Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую. Приветствую в программе «Хлеб на каждый день» в осеннем сезоне. Непростое время, но хлеб нужен в любое время. И доброе, и трудное, и темное, и светлое. Нам важно, чтобы подкрепление получала наша личность во всех своих частях и в духе, и в душе, и в теле. И, конечно же, здесь мы с вами занимаемся телом духовным, то есть на духовное пространство пусть ложится хлеб, который мы с вами получаем с небес. И хлеб этот уже давно дан, когда я говорю о послании, которое родилось когда-то в жизни Давида. И рождение вот таких посланий, которые остаются на века, они чего-то стоят человеку. И сегодня мы прочитываем эти места Писания, далеко не всегда, может быть, сострадаем Давиду, далеко не всегда понимаем, что он проходил и что чувствовал, но, по крайней мере, то, что мы вместе можем сейчас заглянуть как за занавеску, как за дверь, которую приоткрыли, и посмотреть, а что же чувствовал Давид, когда он эти вещи говорил. Поэтому мы с вами на каждом стихе можем останавливаться чуть больше, погружаться. Читать, конечно, мы бы уже давно прочли этот псалом, но наше желание проникать в то, что чувствовал Давид. Все, что он переживал внутри себя, чтобы это стало для его сердца, для его души, для его разума, стало питанием и нас подкрепило. Потому что Давид делится тем, что его сделало сильнее. И, соответственно, когда мы с вами туда вникаем, то и нас это укрепляет. Потому что хлеб, который он получил, проходя через трудности, он оставил на страницах Священного Писания. Мы не знаем, насколько Давид понимал, что это будет питанием для множества в поколениях, для множества людей, но, однако, Господь это сделал. Сделал, и мы с вами можем читать. И сегодня у нас 20 стих 34-го псалма. «Ибо не о мире, говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы». Почему против мирных составляют лукавые замыслы? Потому что люди, которые к войне готовятся, у них есть ресурс воевать. А те, которые мирные, они не собирались воевать, они, в общем-то, ничего особенно, может быть, и не готовили. Потому что хотят жить в мире, хотят плод от этого мирного жития. И ведь сегодня многие люди, которые вообще не хотят, чтобы военные действия где-то были, хоть на какой части земли. И это нормально для человека, потому что ненормально желать разрушения. Но нормально желать созидательной жизни. Конечно, если вникать в причины, в поводы, вот в эту коварность, да, которая может сокрыта от людских глаз, но открыта для кого-то. И когда люди начинают проникать в суть вещей, понимают, что безопасность мнимая, опаснее, чем понимание того, как предотвратить ее. И, соответственно, дай нам Бог мудрости, потому что мы с вами вступаем в каждый день. И мы люди мирные. И пусть этот мир не будет мишенью для врага. Потому что мирные – это не значит беспечные. По крайней мере, могут быть мирными людьми и беспечными. Но Господь нам предлагает понимание, которое делает нас сильнее врага. И то, что мы с вами прочитали, не о мире говорят они, ибо не о мире. Хотя вроде в устах может быть и мир. И вы знаете, даже нам Господь дал такую подсказочку. Сказал, что когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. То есть будут говорить о мире, но в сердце-то этого нет. Потому что это будет какая-то фасадная сторона. И сегодня это может каким-то образом и строиться, эта фасадная сторона где-то, для кого-то. А Господь-то говорит, нет. И все, что сейчас наступило и дальше движется, это уже финиш человечества. Поэтому здесь очень важно быть людьми мира и сохранять этот мир. Потому что против мирных земли составляют лукавые замыслы. Я хочу, чтобы мы с вами могли молиться, чтобы против нас замыслы, как против мирных людей, не состоялись со стороны того дьявола и его приспешников, которых он имеет на этой земле. Небесный Отец, я благодарю тебя, что ты уже победил врага. Прежде чем мы родились на эту землю, ты уже это сделал. Но сегодня почему-то ты еще дал ему быть рядом с нами. И он пытается свои зубы, свои когти, свои инструменты оттачивает для того, чтобы поражать мирных земли. Но я молюсь о том, чтобы эти коварные замыслы были вскрыты и аннулированы, чтобы до нас они не дошли. Поэтому мы просим у такого Бога, у которого полнота власти, полнота ведения, полнота картины. Поэтому благослови нас, быть благословением для людей, чтобы освободиться от любой беспечности, но быть мирными людьми и в то же время духовно вооруженными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok